С 1 июня кварплата станет ниже. Собственники жилья не будут оплачивать потери и чужие долги. Обращение Верховного Совета Хакасии поддержали 20 регионов России. Последовала и ответная реакция с федерального центра. Дмитрий Медведев подписал постановление изменить правила предоставления коммунальных услуг. В итоге изменили порядок расчета, сколько холодной и горячей воды идет на обслуживание дома, на уборку подъездов, мытье окон, полив клумб и ряд подобных услуг. Теперь общедомовые нужды, вызвавшие массу недовольств и путаницу при оплате коммуналки, представляют собой конкретные нормативы. Общедомовые нормативы будут начисляться не как разница между индивидуальными предприборами учета, нормативными тех, у кого их нет, и общедомовым прибором учета, а как строго и конкретно установленный норматив на общедомовые нужды, то есть на мытье лестничных клеток, окон и так далее, я имею в виду воду. А вся разница, которую я подчеркну, что мы тогда в своем обращении Верховного Совета Республики Хакасия подчеркивали, что это хищение, приписки, потери и сверхнормативное потребление тех, у кого нет индивидуальных приборов учета, вот эта вся разница, которую ранее разбрасывали на всех, теперь будет считаться убытками самой управляющей компании либо организации. Если раньше управляющие компании предлагали собственникам жилья самим вычислять так называемые нулевые квартиры и таким образом снимать с себя чужие долги, то теперь искать потери коммунальщики будут сами. Абазинские дачники вновь борются со стихией. Их участки затопили паводковые воды. На место происшествия с рабочей поездкой выехал первый заместитель Верховного Совета Хакасии Юрий Шпигальских. Ситуация повторяется из года в год. В этот раз вода поднялась больше, чем на метр. В результате затопило сразу 300 дачных участков. Сегодня уровень воды спал, абазинцы же подсчитывают нанесенный ущерб. Финансовую помощь дачникам республика оказывает, но по закону лишь официально оформленным садовым обществом. В Абазе таких нет. Мы в течение трех лет пытаемся убедить садоводов, что нужно регистрироваться тем, чтобы получить возможность поучаствовать в республиканской программе на получение грантов именно для поддержки садоводческих обществ. Регистрировать садовое общество абазинцы не торопятся. Между тем, государственная поддержка в виде грантов была бы не лишней. Тем более, что никаких затрат сами огородники при этом не несут. Да и весенний паводок далеко не последний. Береговое укрепление и углубление, соответствующее дно, в этом месте, конечно, нужно предусматривать, чтобы ежегодно таких событий не случалось, и чтобы дачники были спокойно уверены, что у них не ожидает подтопления. Решение должно быть системным. Не нужно ждать весны, не нужно ждать, когда случится нечто подобное. Смотрите, сегодня подтапливают, вот они рядом дачи, и многие из них где-то на метр погрузились в воду. Юрий Шпигальских лично встретил со сдачниками и местной администрации. На конкретных примерах объяснил, насколько выгодно для них участвовать в республиканской программе. Ведь каждый год на поддержку дачных обществ выделяют не менее 25 миллионов рублей. Причем сумма эта не окончательная. Депутаты Верховного Совета обратились в правительство России с просьбой выделить на помощь садоводам и федеральные средства. Такие доводы горожан убедили. Официально зарегистрированные садовые общества в ближайшее время появятся и в Абазе. Развитие с помощью грантов, как оно есть, на своем примере рассказали садоводы Хакассии, те, кто уже воспользовался государственной поддержкой. Садоводческому объединению подсиняя около 40 лет. За это время проблем у дачников накопилось много. С помощью сборов удавалось решить лишь мелкие из них. О покупке насосной станции даже и не мечтали до 2011 года, когда защитили проект и получили грант – полтора миллиона рублей. На следующий год попытку повторили. Результат превзошел ожидания. На решение дачных проблем выделили уже 3 миллиона. На эти деньги улучшили дороги, открыли новый автобусный маршрут. Решили и водную проблему. Мы сейчас находимся на насосной станции Садоводческому объединению, которая состоит из 12 насосных агрегатов. Вот вы видите, рядом новые насосные агрегаты. Это как раз является итогом освоения полученных грантов. На этом у нас все. За новостями республиканского парламента также можно следить и в Твиттере. Официальный аккаунт находится по адресу, который вы сейчас видите на экране. А выпуски программы «Парламентский дневник» можете посмотреть также на сайте Верховного Совета Хакасии. Такой была неделя в республике. Всего доброго!